МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В действии документа подпись и ИИИН гражданина. Также по желанию владельца в нем будет располагаться графа национальность. Причем, согласно дактилоскопической и геномной регистрации, внедрить процесс отпечатков пальцев планируется в документах граждан, достигших 16-летнего возраста и старше, говорится, в обновленных правилах. Проект приказа будет находиться на публичном обсуждении до 13 апреля. С 1 апреля в Казахстане повысится цена на бензин. Проект приказа размещен на сайте открытые НПА. В среднем цены на горючие марки АИ-92 вырастут на 6-7 тенге за литр, а на дизельное топливо на 12-14 тенге. К слову, бензин марки АИ-95 из перечня регулируемых товаров исключен. Стоит отметить, настоящий приказ будет введен в действие со дня его первого официального опубликования. В этом году около 30 миллиардов тенге выделено на ремонт и реконструкцию автодорог из республиканского бюджета. О запланированных работах сообщил заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Амангельды Беков на встрече с представителями СМИ Восстания. Отметим, что в настоящее время уже ведутся работы по подготовке дорожно-строительных материалов. Кроме того, в Казахстане на ремонт дорог местного значения предусмотрено 353 миллиарда тенге. На эти средства планируется отремонтировать около 4000 километров дорог. Также в ходе брифинга спикер сообщил, что в текущем году запланировано полное открытие движения по автомобильной дороге Талдыкурган-Усть-Каменогорск. Окончательное завершение этого проекта намечено на 2024 год. На сегодняшний день дорога местной сети на 85% находится в нормативном состоянии, а дорога республиканской сети на 92%. Стоит отметить, в текущем году выполняется более 11 тысяч километров строительно-монтажных работ общего пользования, а строительно-реконструкционные работы будут продолжены на 3600 километров республиканской сети. Уже четвертый год продолжает свою деятельность в городе Талдыкурган социальный центр Жануя для малообеспеченных и многодетных семей. За это время здесь получили услуги более 5000 человек. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникации области ЖТСУ рассказала директор социального центра Жанар Нурмуханова. По ее словам, приоритет их деятельности в предоставлении помощи уязвимым слоям населения, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. При этом граждане могут получить различные виды услуг. Например, при социальном центре организованы профессиональные обучающие курсы, пройдя которые каждый желающий сможет получить новую специальность и в дальнейшем трудоустроиться. Как отметила Жанар Нурмуханова, такие курсы прошли уже сотни человек. Из них около 40 открыли свое собственное дело, пусть и небольшое, но приносящее доход для семьи. К слову, социальный центр Жануя работает по принципу одного окна. Обратившийся человек может получить целый комплекс услуг, в том числе бесплатные консультации юриста, психолога и других специалистов. Это очень удобно для граждан, отметила Жанар Нурмуханова. В планах этого года в социальном центре Жануя мы планируем открыть социальный магазин с целью реализации необходимых товаров по ценам производителя. То есть мы предполагаем, что у нас будут заключены договоры с производителями и их продукция будет реализовываться в социальном центре Жануя для семей, которые находятся в трудном положении по ценам производителей. То есть без всяких надбавок и начислений. Расширяя горизонты. Внедрить самые современные технологии сразу в двух крестьянских хозяйствах области ЖТСУ помогла программа развития ООН в Казахстане. В рамках проекта по устойчивому сельскому хозяйству, профинансированному правительством Японии на сумму почти в миллион долларов, в целом десяти фермерам со всего Казахстана были поставлены энергосберегающие технологии. На специальной встрече подробностями и итогами уникального проекта по климатически адаптированным агротехнологиям поделились представители программы развития ООН в Казахстане и их партнеры Национальная палата предпринимателей. Наш корреспондент продолжит тему. Солнечные панели, дождевальные установки, капельное орошение, гелиосистемы. Самые современные технологии возобновляемых источников энергии были внедрены на десяти фермерских хозяйствах в разных уголках Казахстана. В числе счастливчиков, прошедших отбор, аграрное хозяйство ДОН из Каратальского и компания Азиагол из Сарканского районов. Благодаря программе развития ООН в Казахстане в этом хозяйстве внедряется рациональный полив, который вдвое сэкономит воду. Основная задача этого проекта заключалась в том, чтобы создать необходимые условия для их масштабирования в рамках всего Казахстана, поскольку мы видим, что на сегодняшний день вопросы изменения климата и климатическая повестка становятся очень актуальными для такой страны, как Казахстан. Какие существуют смарт-технологии, какие существуют смарт-методики, которые могли бы помогать сельхозпроизводителям, аграриям, фермерам, быть подготовленными, знать об этих технологиях, об этих методах с целью того, чтобы подготовиться и не только к изменению климата, но, естественно, и к тому, чтобы создавать условия для продуктивности. Тенденции введения сельского хозяйства в стране, констатируют специалисты, далеки от зеленых стандартов. Относительно дешевые энергоресурсы не располагают с сберегающим технологиям. Используют большинство крестьян и традиционный орычный полив, неэффективный и затратный. Водосберегающие технологии применяются лишь на 8 тысячах гектаров полей региона. Так, в прошлом году в области было использовано 1 300 000 кубометров воды. Кстати, упор в проекте сделан на мелкие фермерские хозяйства, которые хотели бы внедрять новые технологии, но не имеют на это средств. Однако они – пример и более крупным. Наша задача, на самом деле, нашим фермерам – показать эффективные методы работы. То есть, где можно сэкономить, где можно использовать рациональные ресурсы земли. Поэтому наша задача – сделать этот проект показательным. И, естественно, в дальнейшем, изучив этот опыт, другие предприниматели могут внедрять у себя эти технологии. Результаты этих нововведений можно будет оценить уже в текущем году, говорят организаторы, отмечая, что в рамках проекта более 400 фермеров из 17 областей Казахстана также прошли обучение по внедрению возобновляемых источников энергии. А часть из них побывала в Германии, наглядно увидев новые технологии в действии. С начала года граждане КНР могут выезжать и находиться в Казахстане без визы сроком до 14 календарных дней с момента пересечения границы. Данный закон вступил в силу с конца января. Для казахстанцев же наличие визы при пересечении границы является обязательным. К примеру, таможенный пост Нурлы-Жол в казахстанском направлении пересекают порядка 700 человек и около 130 иностранных грузовых авто в сутки. Среди них немало новых неиспользованных иномарок и спецтехники. По сообщениям комитета миграционной службы МВД, въезд из Поднебесной разрешен по деловым, частным и туристическим целям. Стоит отметить, что принимающие лица обязаны проинформировать органы внутренних дел, находящихся у них мигрантов, в течение трёх рабочих дней со дня их прибытия. В случае неуведомления органов внутренних дел в течение трёх дней о нахождении на территории Казахстана иностранных граждан, принимающая сторона будет привлечена к административной ответственности по статье 518 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. На сегодняшний день в городе Жаркен зарегистрировано 180 иностранных граждан. 3 апреля бывшего начальника Алматинской областной полиции Серика Кудибаева доставят в зал суда в принудительном порядке. Об этом стало известно после того, как рассмотрение дела было отложено несколько раз. Вынесение приговора в отношении генерал-майора изначально ожидалось в начале марта, но его перенесли из-за болезни подсудимого. Затем по этой же причине заседание несколько раз откладывали на другие даты. Ранее в ходе судебных прений гособвинитель запросил для него 9 лет лишения свободы. Стоит отметить, что 18 февраля прошлого года Серика Кудибаева освободили от занимаемой должности по собственному желанию, а через несколько месяцев его признали подозреваемым по делу о январских событиях. По версии следствия, во время беспорядков он, будучи комендантом Алматинской области, покинул здание департамента полиции, тем самым дав возможность демонстрантам беспрепятственно похитить оттуда оружие. Также в начале этого года в мажорисе парламента был показан документальный фильм, на кадрах которого Серик Кудибаев запечатлен покидающим здание департамента полиции с вооруженной охраной. Если в некоторых южных регионах области ЖТСУ жители уже убавили температурные краны газовых печек и поубавили жар в топках на твердом топливе, то в северных регионах отопительный сезон продолжается без изменений. В связи с чем сотрудники служб ЧС продолжают проводить профилактические встречи с населением, разъясняя правила пожарной безопасности. Алакульский район самый северный и суровый на погоду регион области ЖТСУ. Именно здесь раньше всех начинается отопительный сезон. Холодные ветра и снегопады диктуют свои условия и печи эксплуатируют по нескольку месяцев, что приводит к техническим неполадкам, о которых и рассказывают жителям сотрудники служб ЧС во время профилактических обходов. Проводится осмотр отопительной печи. В основном при осмотре отопительных печей выявляется нарушение правил пожарной безопасности, таких как трещины печи. Отопительные печи эксплуатируются с трещинами. В некоторых случаях выявляются факты неочищенной дымоходы, а также перед печью отсутствуют топичные листы размером 50 на 70 сантиметров. Не оставляют без внимания и поставщиков баллонного газа. Сотрудниками таких организаций также проводятся плановые встречи и проверка соблюдения правил хранения газа. Ведется профилактическая работа и в местах массового пребывания граждан, где работают мобильные группы органов ЧС. Во время таких встреч мы не только рассказываем о правилах безопасности, но и отвечаем на вопросы граждан, которые спрашивают в основном о том, как часто необходимо чистить печь и на какие проблемы в первую очередь обращать внимание, чтобы не допустить ЧС. А это Сарканский район. Едва заступив на круглосуточное дежурство, огнеборцы получают задание продолжить адресный обход населения с разъяснением правил пожарной безопасности и проверкой исправности печного оборудования. Проводятся рейдовые мероприятия. На территории района имеется 9401 дом. Был произведен 100% обход частных жилых домов. В ходе обхода были выявлены нарушения правил пожарной безопасности. Некоторые из них были устранены на месте. Некоторым владельцам частных жилых домов были вручены рекомендации по устранению данных нарушений. С начала отопительного периода было зарегистрировано 6 пожаров. Из них по причине детской шалости 1 и 5 по причине нарушения правил пожарной безопасности при монтаже печного отопления. Если говорить в целом, то по области ЖТСУ в текущий отопительный сезон произошло 149 пожаров, при которых 5 человек погибли и 5 пострадали. Отравились угарным газом без возникновения пожара и еще 5 человек. Службы ЧС в очередной раз предупреждают граждан о необходимости осторожного обращения с огнем. Антон Хатиновский, телеканал ЖТСУ. Во Франции с новой силой разгораются протесты из-за законопроекта, повышающего пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Общее количество манифестантов достигает порядка 1 миллиона человек. Демонстрации перерастают в поджоги и погромы. Чтобы разогнать толпы людей, полицейским приходится применять слезоточивый газ. К протестам также примкнули экоактивисты и те, кто выступает против применения чрезмерной силы стражей порядка. В Париже демонстранты поджигают мусорные баки. Сообщается о нескольких задержанных. Астрофотографы Эндрю Маккарти и Джейсон Гензель создали уникальное изображение Солнца. Съемки велись на протяжении пяти дней. Были сделаны около 90 тысяч кадров, которые впоследствии были объединены в коллаж, представляющий собой детализированное со 140-мегапиксельным разжирением изображение. Одна из заметных особенностей фотографии – гигантский протунбиранец высотой в 14 диаметров земли, находящийся в верхней правой части солнечного диска, который на момент съемки начал свое падение. Фотографы опубликовали полученное изображение на своих аккаунтах в социальных сетях. Результат их общего труда получил огромное количество восторженных откликов. Правительство Австралии в октябре проведет референдум о внесении прав коренных жителей страны в Конституцию. По инициативе властей будет создано объединение «Голос коренных народов» в парламенте, чтобы консультировать законодателей по вопросам жизни аборигенов. Их количество составляет больше 3% от 26 миллионов населения страны. При этом по большинству социально-экономических показателей они до сих пор значительно отстают от основного населения и не упоминаются в Конституции. К победе! Сборная Казахстана по хоккею провела второй матч в Швеции. Кроме того, наша соотечественница Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Майами. Подробнее в нашем следующем сюжете. Мужская сборная Казахстана по хоккею провела второй матч на мировом первенстве, который проходит в шведском городе Уби. Во второй игре предварительного раунда дивизиона А казахстанская сборная сыграла с командой Соединенных Штатов Америки и одержала победу со счетом 7-2. Помимо США в дивизионе А с Казахстаном также выступают Финляндия, Норвегия и Швеция. А сегодня отечественные хоккеисты проведут игру с Норвегией. Отметим, что первые две команды дивизиона А сыграт в финале турнира, а сборные, занявшие третьи и четвертые места в дивизионе, поборются за бронзовые медали. Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Майами. Казахстанская теннисистка в упорной борьбе обыграла третью ракетку мира американку Джесси Купегулу. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 7-6 и 6-4. Отметим, матч длился почти три часа. При этом игра дважды прерывалась из-за непогоды. Наша спортсменка выполнила 11 эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейкпоинтов из 15-ти. В финале чемпионкой Уимбул Дона сыграт с победительницей второго полуфинала, в котором встретятся Петра Квитова из Чехии и румынка Сарана Кырстя. В Аксусском районе состоялся областной турнир по вольной борьбе среди подростков, посвященный памяти мастера спорта Республики Казахстан Жумабека Куанышбайулы. В нем приняли участие более 150 спортсменов из 8 районов области Житысу, а также городов Талдыкурган и Текили. Несмотря на юный возраст участников, борьба в 9 весовых категориях проходила очень остро. Стоит отметить, что Жумабек Куанышбайулы был активным организатором различных спортивно-массовых мероприятий. Он не только помогал многим начинающим борцам раскрыть свой потенциал, но и развивал их спортивный талант, а также закаливал бойцовский характер борцов. Этот турнир можно назвать одним из самых значимых в спортивной жизни нашего региона, ведь у победителей состязания появится шанс пройти отбор на более крупные республиканские и международные старты. В целом соревнования прошли на высоком уровне. Областные турниры открывают дорогу в большой спорт. Я очень рад, что состязания по вольной борьбе прошли в селе, а не в другом месте, так как многие родители хотят посмотреть на выступления своих детей, быть их болельщиками. К тому же для тех ребят, кто просто пришел в качестве зрителя, после увиденного яркого боя, просыпается интерес к этому виду спорта. Вот так и приходят в спорт многие наши ребята. Таким был день сегодняшний. Глазами наших корреспондентов до следующих встреч в эфире телеканала ЖТСУ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова